В североказахстанской области паводковая ситуация остается напряженной. Там подтоплены 156 домов. Из зон бедствия эвакуированы больше 2000 человек. Недавно вода зашла в село Боголюбово и Надежка. Жителям помогли разместиться в эвакопунктах и обеспечили всем необходимым. Нургулялина побывала на месте подтоплений. Это село Боголюбово Кзылжарского района Североказахстанской области. На сегодняшний день там затоплено 29 домов, где проживало 59 человек. Кто-то уехал к родственникам, а остальным 30 жителям пришлось эвакуироваться в специальный пункт, расположенный в средней школе того же села. Среди пострадавших от стихии 74-летний Владимир Бахтов. По словам пенсионера, вода пришла неожиданно. Пожилой мужчина не может скрыть своих слез. Почти все нажитое осталось в затопленном доме. Я хотел дойти до крыльца, у меня болотные сапоги, а там вода вот так. Не дойдешь и утонешь, я поверну обратно. Сам погибать же не будешь. Думаешь постоянно все время. Мысли о чем, сам не знаешь. И себя жалко, и все остальное. И людей жалко всех. Все он тоже платит. Что-то он ссакает. Все потерять. Местные жители говорят, что нынешний паводок масштабнее, чем приход воды в 2017-м. По их словам, они не были готовы к произошедшему. Напуганный стресс у людей. Это понятно, очевидно. Никогда такого не было. Люди не ждали такого, что так будет. Все в шоке, да, в шоке, конечно. В 2020 году в селе построили дамбу. По словам Акима сельского округа, проведена работа по ее укреплению. Несмотря на эти усилия, талые воды зашли в населенный пункт. Помимо Боголюбова, неблагоприятная ситуация наблюдается и в селе Надежка. В селе Надежка у нас проживают жители. Точно так же произошло подтопление жилых домов. На данный момент подтоплено 27 домов. 45 жителей эвакуировано. Жители эвакуированы к своим родственникам. Один человек эвакуирован тоже в пункт эвакуационный. Жители точно так же спокойны, были заранее оповещены. Скот тоже эвакуировали. Обстановка нормальная. В село Боголюбова входит Куйбышевский сельский округ, где проживают 1730 человек. Возле сел дежурит бригада ЧАЭ, чтобы держать ситуацию под контролем. Всего по области эвакуировано более 2000 человек. Подтопленными в регионе остаются 156 домов.